всем привет меня зовут молчанов павел fatar.ru и в этом видео мы поговорим о том как снимать на 85 миллиметров 1.8 ну в смысле как снимать вообще расскажем что это за объектив поделимся с вами советами как работать с импульсным светом на улице как работать без импульсного света на что обращать внимание при съемке портретов да на этот объектив снимают чаще всего конечно же портреты в принципе это и есть начало фокусных расстояний для полного кадра конечно же с которого начинаются портретные съемки хочется сказать про этот объектив как и все объективы из серии есть у него электронное кольцо доводки на фокус да на резкость она программируемая вы можете выставить на него компенсацию экспозиции вы можете выставить на него управление диафрагмой это очень удобно единственное что мне кажется когда вы выставляете здесь управление диафрагмой слегка иногда можно задеть случайно при съемке это кольцо и изменить настройку стоит быть внимательнее к этому кроме всего прочего этот объектив обладает достаточно близкой минимальной дистанции фокусировки это 90 сантиметров и у него 9 лепестковая скругленная диафрагма что классно отражается на размытии фона да и на бакияжках я думаю что это вы тоже сейчас увидите сами из еще классных штук пылевлагозащита этого объектива присутствует то есть он не боится до какого-то дожди к этом небольшого и так далее то есть это удобно хоть он и большой но он не сильно тяжелый как кстати хорошо сбалансирован то есть камера z6 в принципе тоже компактная но работать удобно и кисть не устает вообще что еще нужно добавить да у него есть втористое покрытие передние линзы это отличная защита от бликов прекрасная резкость не боится контурного освещения вы посмотрите сегодня как мы будем его мучить и в каких условиях будем работать и я уверен что он покажет себя с лучшей стороны и так давайте начнем объектив 85 миллиметров 1.8 такое стандартное портретное фокусное расстояние вернее с которого начинается портретные фокусные да это 85 135 ну и в принципе 200 миллиметров хоть погода у нас сейчас и облачная то есть свет такой мягкий рассеян и поскольку мы находимся в деревьях они закрывают нас со всех сторон есть небольшие такие проблески свет идет сверху и за счет этого надбровные дуги модели закрывает ее глаза и свет выглядит не очень хорошо поэтому я специально я сейчас это двину еще под крышу таким образом у нас на дне сейчас света нет а весь свет распространяется как бы фронтальный перед ней по сути наша крыша сейчас становится флагом неким и я думаю что вы видите что сейчас у нее лицо освещено действительно однородно а я наоборот таки да стоя вот под солнцем выгляжу по-другому то есть у меня сейчас вот здесь идут такие достаточно заметные тени которые деформируют лицо поэтому даже при съемке в пасмурную погоду обращайте внимание на то что находится вокруг вас старайтесь не допускать света исключительно сверху по настройкам хоть у нас и сейчас ярко солнечно и замечательно как солнечно-облачно света все равно не очень много за счет того что мы и в тени еще и под крышей выдержка у меня сейчас 1 125 секунды диафрагмы 1 и 8 но при использовании длиннофокусного до такого объектива как 85 миллиметров лучше все-таки выдержку делать покороче то есть на 1 125 секунды может получиться смаз даже от того что вы нажимаете кнопку или руки как-то дрожат поэтому я сейчас увеличу iso до 200 и выдержку сделаю одну 250 секунды это позволит мне ну точно избежать микросмазов крупном плане не бойтесь жертвовать верхней частью головы модели но старайтесь показывать плечики всегда ключицы снимая крупные планы особенно в горизонтальном кадрировании старайтесь оставлять место перед взглядом модели или там куда она направлена телом еще такой маленький совет касающийся баланса белого сейчас у меня баланс белого выставлен под условия съемки то есть он выставлен на облако но для того чтобы сделать картинку чуть более приятный по цвету да то есть портрет тем более красивая девочка всегда такой ну что-то более нежное теплое поэтому баланс белого я сейчас смещаю специально смещаю на тень изменили немножко локацию на сейчас фон стал более однородный потому что до этого мне в кадр попадали балки столбы здания это смотрелось не очень хорошо сейчас фон однородный классно очень размывается еще один интересный момент сейчас наша модель находится в дерево а за ней освещение больше то есть там более открытое пространство и у нас получается разница экспозиции модель у нас освещена контрастно здорово круто но фон у нас светлее и это еще дополнительно кроме размытия еще дополнительно отделяет модель и обращать на нее больше внимания ракурс влияет на восприятие зрителям эмоции которую показывает модель сейчас я попросил модель специально быть так построже понадмений и чтобы подчеркнуть эту эмоцию я буду ее снимать чуть снизу таким образом на зрителя она будет смотреть сверху вниз и это утрирует дополнительно утрирует эмоцию несмотря на хорошее освещение сегодня такой мягкий рассеянный но достаточно контрастный свет в котором мы находимся сейчас все равно поснимаем с дополнительным освещением единственное отличие от того что мы делали раньше я говорил о том что не все приборы поддерживают высокоскоростную синхронизацию то есть синхронизацию со студийным светом на выдержках короче 1 2 сотой секунды этот прибор с которым мы работаем сегодня это про фото b10 плюс он поддерживает высокоскоростной синхронизации единственное ее нужно включить в камере для этого нужно зайти в меню и в настройках в пользовательских настройках камеры в режим в меню брикетинг вспышка выбрать синхронизацию 1 200 с авто fp это позволит вам делать выдержку сколь угодно короткой то есть эти приборы синхронизируется вплоть до 1 восьмитысячные секунды высокоскоростная синхронизация позволяет вам снимать на открытой диафрагме ограничивать свет уже выдержкой вспышка срабатывает с балансом белого 5 500 или 5 200 кельвинов соответственно я возвращаю баланс белого ну может быть не на дневной свет или не на вспышку на облако это нечто среднее между дневным светом 5 500 и балансом белого тени это примерно 7000 кельвинов баланс белого облака это примерно 6000 то есть и теплый оттенок будет но он будет не таким утрированным конечно же все можно скорректировать в ро редакторе но иногда неправильная настройка баланса белого и неправильная настройка цветов в кадре может помешать вам правильно оценить экспозицию обратите внимание на постановку света я сейчас свечу мимо модели если вы первый раз такое видите обязательно зайдите на наш канал и посмотрите видео которое называется про свет там рассказываем как работает со студийным освещением сместись немножко вправо еще капельку даже почему прошу модель отойти в сторону за ней сейчас находится дерево но такое контрастное относительно фонные модели и взгляд падает на него до отвлекает модели поэтому чуть-чуть сдвинемся и сделаем сейчас горизонтальную рамочку вот дерево мешает а давай развернемся на меня чуть больше левым плечом твоим левым это еще капельку да и получится волосы убрать глаза открыть личико во-во-во-во класс а чуть-чуть ровнее личико а теперь мы продолжим нашу съемку но использовать будем два прибора в кадре один из них будет контровым и скорее всего мы даже на него положим какой-нибудь прикольный цветной фильтр ну и как обычно один рисующий свет красивая переходик вышел качестве рисующего света мы будем использовать для портретов портретную тарелку 30 секунд и тарелка готова прошу к столу и мы будем использовать портретную тарелку с рассеивателем мы работаем с двумя приборами но они разные мощности b10 плюс это 500 жоулей b2 это 250 жоулей и рисующий свет поскольку мы используем модификатор мягкого света рисующим светом у нас станет более мощная вспышка на контровой источник света и одену шторки при съемках в условиях естественного освещения сначала нужно подобрать интенсивность этого самого естественного освещения поэтому я сейчас выключил вспышки все вернее выключил синхронизатор подберу сейчас настройку таким образом чтобы мой фон был виден до за моделькой но освещение на самой модели на лице модели не было таким слабо слабо выраженным чтобы я на него мог положить тот свет который мне нужен сейчас по настройкам у меня получилось 1 640 секунды диафрагмы 18 фон достаточно неплохо освещен а вот модель недоэкспонированная сейчас мы будем на нее светить как нам захочется на модель у нас сейчас частично падает солнечный свет но картинку он не портит он как раз таки добавляет некую живость в кадре сейчас я сделал тестовый кадр на котором модель освещена замечательно фон у нас чуть-чуть недоэкспонирован диафрагма открыта классно видна бакешка этого объектива здесь установлена 9 лепестковая диафрагма с таким классным плавным размытием фона резкость даже на 18 очень чудесная замечательно теперь добавим контровой источник света по классике с правой стороны у меня стоит рисующий свет контровой я буду использовать с левой стороны то есть чтобы он у меня попадал на тени которые находятся на правой стороне лица модели мощность у меня сейчас отличается приблизительно в ступень несмотря на то что прибор который находится на фоне он меньше по мощности он 250 джоулей вот этот прибор рисующий это 500 джоулей разница в ступеньку разное расстояние дает разную интенсивную то есть сейчас свет на волосах модели такой плавный и аккуратный если я увеличу эту мощность то контровой источник приблизится по яркости к освещению рисующего источника света и это будет вызывать некий диссонанс в голове потому что будет два спорящих между собой освещение чтобы немного разнообразить картинку сейчас мы на контровой источник света наденем розовенький такой фиолетовый фильтр любой фильтр он пожирает света ну как бы поглощает рассеивает и так далее поэтому нужно скомпенсировать мощностью да отлично сейчас у нас на волосах появился такой легкий фиолетовый оттенок он не спорит с нашей общей цветовой гаммой и он такой не вырви глаз если мы его сейчас поставим мощнее то он уже слишком сильно будет привлекать к себе внимание сейчас у нас на модель начал падать солнечный прямой свет с ним спорить можно конечно но из-за того что я сейчас уменьшу экспозицию да то есть уберу как бы из кадра это солнечный свет который падает на модель у меня iphone станет очень темным об этом важно помнить поэтому мне сейчас нужно модельку сдвинуть так чтобы на нее этот свет не падал давай чуть-чуть ко мне поближе наоборот поближе еще капельку еще 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 о чудесно поскольку модель отошла у нас и от контрового источника в том числе его сейчас поставлю поближе можно конечно увеличивать мощность но зачем когда вы снимаете на локации вы снимаете всегда с каким-то аккумуляторным светом и батарейки лучше беречь цвет у нас не изменился изменились расстояние поэтому нужно снова сделать пристрелочный кадр да все классно замечательно почему еще смотрю видоискатель так нажимаю play и не на экране оцениваю картинка в видоискателе правильно оценить экспозицию ну не всегда получается а когда вы картинку смотрите видоискатели в электронном то там вам ничего не отсвечивает и вы видите действительно тот результат который у вас получился про съемку с портретной тарелкой посмотрите пожалуйста наше видео про свет в этих видео мы подробно разбираем все принципы работы с разными света формирующими насадками и даем советы по съемке покажется одним прибором да чтобы жизнь себе не усложнять и так классно у нас вообще замечательный результат получился давай сделаем еще один кадр построже прям такую вообще прям надменность холодную вот во-во-во-во-во специально помните я уже говорил сегодня о том что эмоцию можно про утрировать за счет угла съемки сейчас я снимаю модель чуть снизу и классно у меня через деревья просвечивается облака и создает красивую бокашечку батьком больше ко мне пожалуйста все чудесный результат да да двигаемся дальше сейчас делаем несколько кадров с контровым освещением я думаю все знают что такое высокий ключ чаще всего под высоким ключом конечно подразумевается какой-то студийный портрет да но мы сейчас это сделаем на улице пока у нас есть солнце первый кадр пристрелочный я сейчас делаю без стадийного освещения за моделью видите модель у нас темная а за моделью прям дофигища света прям даже детали сложно сложно различить включая сейчас импульсный свет вам все и у нас прям нежненько нежненько все с учетом того что солнце нам светит прям в камеру объектив не теряет контраста картинка получается резкой без зайцев это очень здорово у него прям классная обликозащита следующая наша локация достаточно сложна с той стороны что у нас есть прямой солнечный свет модель мы сейчас будем убирать в тень и картинка чаще всего в таких условиях получается излишне мягкой да для каких сюжетов это конечно же здорово и классно подходит но все равно объема в этом маловато сейчас мы будем пытаться достичь все-таки объемного изображения напомню что я рекомендую снимать всегда в ручном режиме то есть один раз вы выставили настройку освещения экспозиции в смысле и дальше вы не заморачиваетесь над этим вы смотрите только за тем что происходит в кадре давайте попробуем использовать передний план мы решили поснимать в этой же локации но используя еще и дополнительное освещение настройку я сейчас делаю так чтобы естественный свет у меня был достаточно слабо выражен да то есть не до экспонированную картинку изначально предыдущая настройка была у нас одна восьмисотой одна тысячная секунды сейчас я поставил одну 1600 секунды таким образом увели в тень то что нам не надо а модель сейчас будем освещать отдельно приборчиком несмотря на то что у нас сейчас вылезла из-за облаков солнце и сцена частично освещается прямым жестким светом настройка все равно в одну тысячу шестисотую секунды все равно позволяет нам получить проработанные детали даже в очень светлых участках и отдельно модель мы освещаем прибором профото b10 плюс мощностью 500 джоулей а он кстати сейчас на сработает не то что на максимальной мощности примерно на 7 из 10 и еще одна локация на сегодня модель у нас находится в тени но я постарался и расположить так чтобы частично на нее падал естественный солнечный свет он у нас сейчас будет играть роль контровика настройка выставлена по ярким участкам по освещенным участкам соответственно модель поскольку она отвернута она у нас в тени и мы есть сейчас будем освещать отдельно импульсным светом напомню что работаем мы сейчас на полностью открытые диафрагме на диафрагме 18 а студийный наш свет синхронизируется в режиме высокоскоростной синхронизации то есть на коротких выдержках моя выдержка сейчас одна тысяча шестисотой секунды очень мне нравится как сейчас по фону у нас падает естественный свет прям создает такую глубину и объем теперь давайте посмотрим как ведет себя 85 миллиметров на кроп камерах мы будем снимать на z50 это камера с кроп сенсором напомню и наши 85 превращается 135 приблизительно поскольку фокусное расстояние вы в эквиваленте увеличилась поэтому от модели приходится отходить дальше то есть даже для съемки ростового портрета мне придется уйти не знаю метров на 15 наверное от нее это не хорошо не плохо это особенность мы получаем такой очень узкий коридорчик вокруг модели соответственно мы можем не всякие нежелательные элементы присутствующие на фоне просто-напросто убрать фотографии это все-таки освещение я думаю что вы сейчас увидите что разницы между полным кадром и кропом при условии работы со светом правильной у вас не будет по картинкам вы действительно увидите что при грамотной работе со светом не обязательно использовать какую-то супер дорогую технику то есть даже камеры такого начального уровня да или даже бюджетные камеры покажут классную фотку если правильно все делать а для того чтобы правильно все делать подписывайтесь на наш канал смотрите наши видосы что касается работы с освещением у нас есть выпуски про свет рекомендую к просмотру к изучению и к применению на практике спасибо что досмотрели наше видео до конца сегодня мы снимали на объектив 85 миллиметров 18 серии z по ссылкам в описании посмотрите обзоры камеры z6 z50 и объектива 85 1 и 8 спасибо что посмотрели видео еще раз не забудьте подписаться на канал поставить лайк задавайте вопросы в комментариях с радостью на них ответим и смотрите наше видео о других объективах всем спасибо и пока